Снегопад, обрушившийся ночью 31 января на Владимир, заставил работников Центра управления городскими дорогами выйти на службу пораньше. С самого утра с последствиями снегопада боролись 75 человек с лопатами и 70 единиц специализированной техники. В настоящий момент на центральных улицах и второстепенных улицах работает 6 фронтальных погрузчиков, 2 лаповых снегопогрузчика и 21 комбинированная дорожная машина. По уборке магистральных улиц города, также 15 тракторов. Первая очередная уборка происходит на остановочных комплексах, ручная уборка, ручная уборка пешеходных переходов, площадей и ручная уборка тротуаров. Работает Центр управления городскими дорогами в круглосуточном режиме. Ночью на дорогах машин станет меньше, количество спецтехники, естественно, увеличится и уборка станет эффективней. Основная трудность, с которой мы сталкиваемся при уборке города, это припаркованный автотранспорт на магистральных улицах города. На таких, как улица Горького, улица Юбилейная, Комиссарова, Большая Нижегородская. Как вы видите, при оплуживании магистральных улиц данный автотранспорт нам очень мешает. Владельцы транспорта иногда входят в наше положение, иногда просто не входят. Кстати, этой зимой по сравнению с прошлой осадков больше. Их львиная часть выпала в конце января. Но если с уборкой снега всё понятно, то как дорожники борются с гололедицей? Магистраль на улице города, дороги третьей четкой категории, мы обрабатываем протиголодными материалами, песко-соляной смесью. Стоит отметить, что во дворах за расчистку отвечают управляющие компании. Городскому управлению ЖКХ предписано обеспечить контроль за их деятельностью. Но не все управкомпании пока работают в полную силу. Вот так, например, выглядит подъезд дома по адресу Кремлёвская, 4. Максим Палагин, Виталий Сергеев, губерния 33.